Здравствуйте, это постскриптум, я Людмила Батюшкина. Сегодня мы поговорим о новостях в медицинском страховании. У нас в гостях руководитель отдела информирования населения и рассмотрения обращений каргандинского филиала фонда медицинского страхования Светлана Щеткина. Светлана Щеткина родилась в Караганде, окончила инженерно-строительный факультет Карагандинского государственного технического университета, второе образование КЭУ Каспотребсоюза, правовое регулирование в сфере экономики. На государственной службе с 2015 года, сначала в департаменте комитета контроля качества медицинской и фармацевтической деятельности, главным специалистом-юрисконсультом. С 2018 года руководитель отдела по информированию населения и рассмотрению обращений фонда медицинского страхования в Карагандинской области. Светлана Валерьевна замужем воспитывает дочь. Увлечение, литература, отдых на природе. Здравствуйте. Здравствуйте. Светлана Валерьевна. Или можно я вас по имени буду знать? Можно по имени. Давайте сначала напомним, что такое у нас. Ну, как бы, все, в общем, знают, но тем не менее, что такое у нас медицинское страхование. Если напомнить, то медицинское страхование у нас внедрено уже с 2020 года. То есть это обязательная система для каждого гражданина в нашей стране. И хотелось бы отметить, что именно система медицинского страхования дала возможность за эти годы существенно увеличить финансирование всей системы здравоохранения в стране и в том числе в нашей области. Что хотелось бы отметить, что отчисления и взносы начались у нас еще с 2017 года. И за этот период по сегодняшний день в фонд от плательщиков именно Карагандинской области поступило более 123,9 миллиардов деньги. За 2022 год наши граждане заплатили в фонд 51,4 миллиарда деньги. Основная часть взносов поступающих в фонд – это отчисления именно работодателей за своих наемных работников. То есть это основная часть платежей поступающих в фонд медицинского страхования. И, соответственно, остальное – это платежи, которые поступают от самостоятельных плательщиков, индивидуальных предпринимателей и так далее, и других категорий граждан. Что здесь хотелось бы отметить, что все-таки, несмотря на то, что система внедрена еще с 2020 года, и мы активно проводим разъяснительную работу с нашим населением, все-таки по состоянию на начало декабря у нас в регионе, в Карагандинской области, более 16% наших граждан все-таки остаются незастрахованными. Да, они выпадают из системы медицинского страхования, это более 180 тысяч человек на сегодняшний день. И вот хотелось бы именно для этих граждан еще раз напомнить, насколько важно быть застрахованным, потому что именно от этого зависит право гражданина на получение расширенного пакета медицинской помощи, то есть и консультативно-диагностических услуг, и стационарной помощи плановой, и реабилитационной помощи и так далее. Именно поэтому участвовать в системе медицинского страхования, я думаю, важно для каждого человека в целом, в случае, если ему понадобится такая медицинская помощь. Что хотелось бы сказать, что с 2023 года изменяются суммы взносов в фонд медицинского страхования. Но здесь хотелось бы отметить, что ставки законодательно, то есть ставки не повысились. Увеличение происходит за счет того, что с 2023 года увеличилась минимальная заработная плата в стране, вы знаете, что она стала уже 70 тысяч тенге. И так как все ставки взносов и отчислений привязаны к минимальной заработной плате, соответственно, с начала этого года ставки для таких плательщиков, как индивидуальные предприниматели, самостоятельные плательщики, они возросли. И здесь хотелось бы точечно сказать нашим гражданам, что именно с января 2023 года самостоятельные плательщики, то есть те, которые официально нетрудоустроены, официально не имеют дохода, когда получают доход из каких-либо источников, они самостоятельно будут платить уже 3,5 тысячи тенге в месяц. То есть это 5% от минимальной заработной платы. ЕСП остается? ЕСП тоже увеличивается с этого года. То есть если в том году плательщики ЕСП платили 3064 тенге, то в этом году это уже 3450 тенге для городов областного и республиканского значения. Для всех остальных населенных пунктов ЕСП в два раза меньше. И, соответственно, тоже очень выгодный платеж, тоже рекомендуем его оплачивать, так как он включает в себя несколько платежей, пенсионные, отчисления социальные и так далее. Также хотелось бы отметить, что индивидуальные предприниматели тоже в связи с тем, что увеличилась минимальная заработная плата, их ставка тоже в этом году увеличивается. То есть если в 2022 году они платили 4200 тенге, то с начала этого года это уже 4900 тенге. Также хотелось бы сказать, что с сентября прошлого года в законодательство были внесены изменения, дополнения. Да, то есть теперь человек может, если он 12 месяцев, пропуски у него были. Да, все верно. Может все-таки получить этот статус. Может получить этот статус, но здесь тоже хочу прям вот более подробно. Мы всегда говорили, что для того, чтобы человек, гражданин имел статус в системе медстрахования, нужно, чтобы у него не было задолженности за последние 12 месяцев. То с сентября прошлого года закону предусмотрена такая возможность не погашать задолженность за последние 12 месяцев, а наоборот оплатить взносы за последующие 12 месяцев. Ну скажем так, для этого нужно заплатить за год вперед. Да, все верно. Для этого нужно заплатить за год вперед. Но некоторые могут подумать, что какая разница, что так бы я платил, что так. Но именно при втором способе существует одно преимущество. Это то, что человек будет застрахован весь этот год, за который он заплатил. То есть если бы он гасил задолженность за предыдущие 12 месяцев, то статус у него появляется... Статус у него через 3 месяца появился. Нет, появился бы сразу, но он был бы у него 3 месяца. А если он оплачивает на год вперед взносы как самостоятельный плательщик, то, соответственно, он застрахован будет весь последующий год. То есть в любой момент он может получить медицинскую помощь пакета ОСМС. Но здесь хотелось бы отметить, что данный способ доступен только самостоятельным плательщикам. То есть если у человека есть ИП зарегистрированное, либо он является наемным работником, он не может делать такую оплату. Это только граждане, которые относятся к категории самозанятых. Либо домохозяйки и так далее. То есть если человек работающий, то он все равно должен погасить за все 12 месяцев предыдущего года. Если он в данный момент уже работает, трудоустроился, он гасит ту задолженность, которая есть. И, соответственно, дальше за него платит его работодатель. А вот именно для тех, у которых и предыдущие 12 месяцев ни разу не оплачивали, им, конечно, выгоднее будет лучше заплатить за последующие 12 месяцев и получить статус на весь год. Далее, что хотелось бы сказать, что обратить внимание, что при этом новом способе оплату нужно сделать вот прям с текущего месяца и прям 12 месяцев вперед. Это обязательно условие, то есть начинать оплату не со следующего месяца. У нас очень много обращений по этому поводу. Когда люди начали оплачивать, они почему-то решили, что они со следующего месяца будут закрывать эту оплату. Нет, обращаю внимание, именно с текущего месяца и по этот же месяц следующего года. Соответственно, и статус здесь тоже хочу обратить внимание, потому что тоже люди спрашивают. Статус для таких платежчиков появляется после обработки всех платежей, то есть по истечению трех дней. Чтобы вот не было таких вопросов, потому что человек... То есть, да, бывают люди, когда они пошли в поликлинику, вот сейчас ему нужно знать. Да, в этот момент он узнал, что он должен оплатить, он сейчас платит и ждет, что он сейчас появится. Нет, он появится после обработки платежей. Более того, бывают ситуации, когда вот он сейчас оплатил за полгода, завтра он заплатил еще последующие полгода. То есть, каждый день оплаты будет обрабатываться вот три дня. Вот пока все платежи не сядут и не поступят, соответственно, статус не появится до полной обработки. Тут тоже вот хотелось бы, чтобы люди это знали. И, соответственно, после всей этой оплаты весь год он имеет статус и в любой момент обращаются в поликлинику. Есть еще граждане, у которых, допустим, какие-то платежи за прошлый период были. То есть, они там три-четыре месяца оплатили. Иногда бывает так, что он говорит, да мне выгоднее оплатить, так как у меня там уже оплата была за некоторые месяцы, закрыть все-таки вот эти 4-5-6 месяцев, чем платить 12 период. Бывает и так. Пожалуйста, это право пациента выбрать, каким способом он будет застрахован. В принципе, тут ничего страшного нет. Способы оплаты остались те же самые. То есть, люди могут точно так же делать взносы через банки второго уровня, самостоятельные плательщики, через почту, через Каспи-приложения, то есть, через мобильные приложения банков и так далее. В принципе, здесь большой разницы нет, как человек оплатит и, соответственно, получит статус. Поэтому здесь хотелось бы тоже вот, потому что тоже много вопросов возникает, как платить. Если у человека несколько мест работы, или он предприниматель, и где-то работает наемным работником, или еще каким-то образом, каким образом он платит? В этом плане взносы и отчисления платятся с каждого источника дохода. Это было с самого начала внесено в законодательство, не изменилось. На сегодняшний день действует эта же норма. Если человек имеет несколько мест работы, он платит с каждого места работы. Это единственное, что в сумме отчисления и взносы не должны удерживаться с 10 минимальных заработных плат. То есть, если в сумме его доход превышает эту цифру, он может с одного места работы взять справку в бухгалтерии о своем доходе, предоставить по другому месту работы, и там сделают вычет. То есть, максимальная сумма не должна быть превышена. 10 минимальных заработных плат. Если он является и наемным работником, и индивидуальным предпринимателем, точно так же у него на работе удерживаются взносы заработной платы, и он платит ставку индивидуального предпринимателя ежемесячно, как это положено по закону. Наверное, таких прям людей нет, кто больше 700 тысяч. А, ограничения? Нет, такие люди есть, но да, их, конечно же, там много. Это, знаете, чаще всего выпадает, что если там человек одновременно получил какие-то премии, какие-то отпускные, тогда вот эта сумма, она, возможно, там будет ограничена именно вот этим пределом. Я напоминаю, сегодня у нас разговор о медицинском страховании, о фонде медстрахования. В гостях у нас руководитель отдела информирования населения и рассмотрения обращений карагандинского филиала фонда Светлана Щеткина. Если человек ошибся, заплатил не за тот месяц, два раза за один месяц заплатил или что-то еще? Есть такие обращения, и, кстати, достаточно часто люди обращаются с этой проблемой, что они перепутали платеж, перепутали сумму, не туда отправили, оплатили дважды за один месяц. Здесь хочется сказать, что в первую очередь им нужно обратиться не в фонд, а именно в госкорпорацию правительства для граждан, потому что все платежи сначала поступают туда, они там обрабатываются, и уже оттуда они поступают, соответственно, в Национальный банк. И возврат этих средств осуществляет именно госкорпорация правительства для граждан по заявлению самого плательщика. То есть он должен прийти, написать заявление о том, что он ошибочно перечислил такую-то сумму за такой период, прошу вернуть. Соответственно, госкорпорация, рассмотрев обращение, возвращает эти средства, если они действительно произведены, а платеж произведен неправильно. Еще есть такой вопрос. Люди часто говорят, вот я заплатила за один месяц дважды, перекиньте мне на следующий период. К сожалению, этот механизм не предусмотрен, этого сделать нельзя. Не перекинуть, не пересчитать, не только возврат и оплата. То есть это долгая процедура, доказательства нужно собирать. Около 15 дней рассматривается это заявление госкорпорации, у них свои правила, свои приказы. В соответствии с ними, да, в течение 15 дней. Но там не нужно подтверждать, но там нужно просто заявление и платежный документ. То есть квитанция об оплате, что действительно были перечислены эти деньги. Этого достаточно. В наших больницах что происходило в конце года? Потому что были такие, ну я не знаю, это жалобы или просто о том, что деньги не поступали медицинским учреждениям. Ну нет, это не так. Фонд... То есть никаких сбоев не было? Нет, сбоев никаких не было. Единственное бывает, что, может быть, в каких-то организациях к концу года при неправильном планировании, распределении, возможно, у них возникали какие-то проблемы. Чтобы от фонда там не поступали какие-то средства, фонд выполняет свои обязательства в соответствии с договором. Ежемесячно оплачивая все предъявленные услуги. Здесь больше можно сказать, скорее всего, это недоработка самой организационной, какие-то моменты внутри самой медицинской организации. И если такие факты есть, и такие обращения мы получали, отрабатывали, и, в принципе, они решались все в пользу пациентам. Хорошо. Потом еще насколько мониторится вообще выполнение всех, то есть поликлиники или больницы отчитываются об оказанных услугах? Насколько это проверяется? То есть оплата, когда проходят за эти услуги? Ежемесячно и на постоянной основе проверяется. Мониторинг проводится... Прямо вот текущий мониторинг проводится постоянно в информационных системах. Для этого в фонде работают специалисты отдела мониторинга, которые на постоянной основе в информационных системах проверяют оказанные услуги в соответствии с протоколом диагностики и лечения. Конечно, охватить весь объем услуг, которые оказываются населением достаточно крупной области, 100% невозможно. Но основная часть этих услуг проходит мониторинг. И, соответственно, если выявляются какие-то нарушения стандартов, протоколов и так далее, то эта услуга не будет оплачена фондом. Медицинские организации об этом прекрасно знают, поэтому в этом плане, я думаю, они стараются лишний раз не нарушать. Бывали, конечно, и факты, когда к нам поступали обращения в приписках. То есть человек говорит, вот я увидела, что в приложении я якобы был на консультации, где тоже проверяется каждое обращение. Если факт подтверждается, то тоже медицинская организация за это несет ответственность в плане экономических мер. Но в последнее время я вам могу точно сказать, судя по нашей статистике, то есть по тем обращениям, которые поступают в фонд, на колл-центр к нам, или в мобильное приложение, таких обращений практически нет. Поэтому хотелось бы тоже напомнить, если все-таки наши люди выявляют такие факты, пусть обратятся, потому что мы не можем, конечно, каждую услугу отследить и проверить, если не будет обращения по конкретному факту с конкретным пациентом. Это, конечно, в этом случае мы можем рассмотреть и принять какие-то меры. Вы упомянули о том, что если медицинское учреждение не соблюдает протокол, имеется в виду протокол лечения? Протокол диагностики и лечения. То есть если врач решил лечить пациента, исходя из своего опыта, допустим, а не по утвержденному протоколу, то это тоже ему... То есть тревато тем, что ему не оплатят работу. Смотрите, протокол диагностики и лечения – это такой документ, который составляется прям комиссионно специалистами в данной области. То есть по закону, конечно, он носит больше рекомендательный характер для врача, для специалиста. И мы просим, чтобы они придерживались этих протоколов, потому что данный документ, он действительно продуман, прописан специалистами в этой области. Но если врач по своему убеждению, то есть по своей практике в чем-то отклоняется от протокола и обосновывает это, то есть он считает, что в данном случае действительно для пациента будет лучше вот это... Но для этого ему отчеты нужны. Ему нужно, конечно, ему нужно описать, почему он отклонился. Ему нужно описать, почему он поступил именно так, и почему он сделал такие выводы. Если это обосновано, то, конечно, врач имеет право это сделать. А то он и врач. Светлана, куда можно обращаться? Есть ли какой-то, может быть, портал или что? Если человек действительно, у него жалоба, как обратиться в фонд? Каналы связи с фондом, обратные связи с населением, они остались те же прежние. На протяжении 2020 года они все работают. В первую очередь это единый колл-центр 1406, когда любой гражданин может позвонить и оставить свою жалобу. Второе – это мобильное приложение. У нас есть мобильное приложение, оно абсолютно бесплатно. Кулдау 24-7, где также можно заполнить форму обращения, жалобы. И, соответственно, оно будет рассмотрено в кратчайшие сроки. Также можно прийти непосредственно в филиал фонда социально-медицинского страхования и также объяснить, в чем проблема. Но здесь хотелось бы обратить внимание, если вы в поликлинике или в больнице столкнулись с какой-то проблемой, все-таки рекомендую в первую очередь обратиться в службу поддержки пациента. Чаще всего эти обращения решаются именно на этом уровне. Просто люди почему-то сразу стараются куда-то сообщить выше и так далее. Но в конечном итоге эта проблема будет решаться именно там, и именно в службе поддержки пациента. Поэтому, чтобы не терять время и быстрее сохранить свое время, сначала обратитесь туда. Если уж там вы не получили какого-то ответа, какого-то решения, то тогда вот эти каналы связи с фондом, пожалуйста, они всегда доступны. Светлана, спасибо вам огромное за то, что нашли время к нам прийти. Спасибо за ваши ответы. Я напоминаю, в гостях у нас была руководитель отдела информирования населения и рассмотрения обращений Караганинского филиала фонда медицинского страхования Светлана Щеткина. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова